Стрельцы, доброго времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. В текущем видео хочу вам предложить тороскоп на июнь 2018 года. Как вы знаете, по традиции карты покажут вам общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни. Ну и Аркан дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести текущий месяц. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории, однозначно отыграться для всех не может. По той простой причине, что асцидент у нас, даже если вы являетесь представителем знака зодиака Стрелец, у вас находится абсолютно в разных зодиакальных точках. Соответственно, для кого-то тороскоп проигрывается в полной мере, для кого-то частично, для кого-то вообще может не проиграться. Поэтому смотрите, пожалуйста, тороскопы по своему асциденту, в натальной карте и сопоставляйте, по какому знаку для вас наиболее проигрываются данные прогнозы. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Проговаривайте свое имя, дату рождения и давайте смотреть, о чем же нам говорят карты. Так, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт, как наиболее продуктивно провести вам текущий месяц. Итак, давайте смотреть. Извините, общая атмосфера месяца. Так, перевернутые повешенные. То есть сама по себе ситуация четко говорит о том, что вам надоело быть жертвой обстоятельств. Наконец-то вы находите себе либо в силы, либо в целом какую-то мотивацию прервать в целом цепочку каких-то отягачающих ваш событий. Помимо всего прочего, да, вы понимаете, что в этой ситуации придется чем-то пожертвовать, что жертвы неизбежны, но тем не менее вы понимаете, что эта ситуация вам в принципе во благо. Почему? Потому что данный аркан четко указывает на ситуацию, когда вы проявляете какие-то активные действия и они вам приносят благоприятные результаты. Ну то есть даже если у вас была ситуация в чем-то подвиж, не важно касательно какой сферы жизни, наконец-то идет переломный момент. Переломный момент, который поменяет очень многое. Давайте смотреть, в чем же она может проиграться, эта карта. Так, с позиции работы перевернутая умеренность. Ну здесь четко нет ситуации гармонии, скажу вам так. Ситуация в плане работы вам не по душе. Здесь идет ряд обстоятельств. То есть либо проблемы в плане общения в коллективе, какой-то накал страсти и атмосфера, либо в целом проблемы общения с руководством. Здесь может быть общение и на повышенных тонах, и в целом какие-то рамки ограничения, которые вам ставят руководители. То есть вы не можете быть птицей свободного полета. И в целом перевернутая умеренность, вы понимаете, что видимо выбранное именно, даже может быть не направление работы, а вот именно текущая сфера, то есть где вы работаете здесь и сейчас, не соответствует вашим запросам, вашим требованиям. Потому что текущий аркан, он говорит о том, что на данный момент у вас в делах царит хаос. Здесь возможны ссоры, конфликты, вплоть до увольнения. И, знаете, вот здесь с позиции работы, это в целом какие-то такие вот неожиданности, не совсем для вас приятные в плане работы, а именно со стороны ваших коллег и вашего руководства. То есть какие-то ряд обстоятельств возникают, которые сами вас вынудят, например, покинуть рабочее место. Ну потому что вы же тоже не можете наступать себе на горло и работать в той атмосфере, той обстановке, которая вас очень сильно отягощает. Если вы на текущий момент находитесь без работы, то по перевернутой умеренности, могу вам сказать однозначно, в ближайшее время я не вижу в июне месяце у вас ситуации трудоустройства. С позиции финансов. Тройка мечей. Ну, это карта не материальных потерь, но материальных трудностей. Скорее всего она будет связана с вот этим вот фактом, что вы уходите с одного места работы, переходите на другое. Либо у вас будет какой-то вот затяжной период стагнации, когда вы будете находиться в поиске себя, соответственно будете растягивать те финансы, которые у вас были до этого. Но поймите, за тройкой мечей идет четверка мечей. То есть да, это будет еще какое-то вот пассивное время. То есть это не месяц, это месяца полтора как минимум, когда вы можете находиться в ситуации, как вам даже сказать, я не могу сказать, что здесь связать с концами, здесь, скажем так, использовать накопленное. Но тем не менее, ну как падает, так падает, ситуацию озвучиваем, да. Так, теперь смотрим с позиции здоровья. У вас здесь падает сам аркан, десятка жеслов. Во-первых, здесь изображен жук с корабей. Эта карта говорит о том, что проявите мудрость. То есть, если у вас есть какие-то диагнозы, которые вас сильно беспокоят, не впадайте в панику. Тут нужно все несколько раз проверить, перепроверить, насколько это все достоверно и соответствует действительности. Плюс эта карта, которая связана с большой нагрузкой, с депрессиями. То есть, грубо говоря, психосоматика, которая влияет на все системы вашего организма. Помимо всего прочего, эта карта часто указывает на болезни позвоночника и повышенное давление. Ну, в следствии, скажем так, ваших нервных переживаний. Так, в плане личной жизни перевернутый рыцарь Пентакли. Скука, рутина, обыденность, которая вам уже просто, знаете, ну, вот я скажу так, грубо, может быть, осточертела. Вы хотите новых впечатлений, новых эмоций, новых красок, какой-то вот радости, полноты жизни, радости бытия. Но, во-первых, и финансовый аспект это не совсем позволяет сделать. Плюс вы не знаете в целом, как сдвинуть ситуацию с мертвой точкой. Потому что вы понимаете по этой карте, что не одна вы должны над этим работать. Ваш партнер должен работать над этим в совокупности. Иначе это будет игра в одни ворота, которая не принесет никаких результатов. Если вы одинокий, либо свободный на текущий момент, то Аркан говорит о том, что это, знаете, не могу сказать, что ситуация стагнации, но пока на текущий момент такое положение вещей у вас будет устраивать. Потому что это, знаете, как медленно, наверное. То есть вы не готовы впускаться в какие-то связи, в какие-то безрассудные авантюры. Вам просто хочется эмоционального спокойствия. То есть уравновесить свое душевное состояние, душевное положение, а только потом уже пытаться строить с кем-то отношения. Ну давайте смотреть карту совета. О чем же вам говорят Аркады? Ой, пятерка кубков. Пятерка кубков – это карта большого сожаления. Вам кажется, что все. В жизни какая-то пошла черная полоса. Вы не знаете, как из этого выбраться, что в принципе делать. А это в корне неправильная позиция. Да, пятерка кубков – это карта эмоциональных потерь в первую очередь. Здесь могут быть, поскольку это карта эмоций, она больше отвечает за личный план, потери какого-то личного характера, то есть, знаете, вот разрыв отношений партнерских, ну там с друзьями, либо действительно с любимыми людьми. Но тем не менее, поймите, по этой карте эта ситуация неизбежна, потому что пятерка кубков – это в целом ситуация очищения. И, как говорит этот аркан, вот с позиции совета, случилось то, что случилось. Вот вместо того, чтобы сожалеть об этом, постоянно себя терзать воспоминаниями, потому что здесь идет усмотрение в прошлое, вам нужно успокоиться, взять себя в руки, постараться извлечь из случившегося необходимые уроки. Потому что, ну, никто не проживает нашу жизнь без каких-то ошибок, без перипетий и разочарований. А проходя через них, вы накапливаете опыт, вы обретаете мудрость. И впереди будете избегать подобного. Я понимаю, что вас там, может быть, ситуация не особо утешит, но факт остается фактом. Примите ситуацию как данность, отпустите то, что уже, в принципе, вы не можете изменить. Как с позиции, например, работы, и сожаления по поводу того, что вот вроде бы и место хорошее, да, и с какой-то степени прибыльное, но не ваше. Либо отношения, которые вот просто вам как камень на сердце, не дают вам никаких перспектив. И смотрите, за пятеркой кубка идет шестерка кубков. Карта, наконец-то, эмоционального благополучия. То есть все к этому идет. Нужно, вот знаете, как дотерпеть. Дотерпеть, перетерпеть, и все войдет в нормальное русло. Ну вот, понимаете, такой прогноз. Да, скажу честно, не совсем благоприятный. Но поймите, если падают таковые арканы, из песни слов не выкинешь. Поэтому я озвучу так, как ложатся карты. Искренне от всей души я вам желаю, чтобы у вас проиграли столько благоприятные моменты, или даже если у вас ситуация такая сложится, чтобы, скажем так, прошли ее легко, без каких-либо серьезных потерь. Чтобы это все прошло для вас, знаете, как по мгновению ока, и вы вынесли для себя какие-то ценные уроки. Ну а для тех, кто хочет получить индивидуальные расклады, ссылки на мои контакты вы можете найти под этим видео. Искренне вас благодарю за внимание и крайне буду признательна вам за обратную связь. С вами была Ева Лекцер. До новых встреч!